так чем у нас отличается квад чампфер от стандартного чампфера то есть стандартный чампфер он у нас лишь немного отличается топологией и тем что вот в таких моментах он очень сильно искажает нашу развертку мы видим что у нас здесь текстурный маппинг очень сильно поплыл то есть здесь вообще какой-то кусок не отсюда вылез если мы переключаемся на квад чампфер у нас развертка не трогается также есть amount задаем фаску примерно в три может быть в два миллиметра количество сегментов можно оставить на 2 даже на одном и теперь следующий параметр которого нету в стандартном чампфере это параметр tension то есть сила самого нашего чампфера то есть вот таким образом можем от прямого угла до плоского промежуток от 0 до единицы 0 5 у нас будет как раз такая средняя скругленная фаска все-таки поставлю 2 теперь отлично видно пока что отключу материал чтобы он нам не мешал теперь следующее мои действия я из этого готового куска начинаю простраивать всю оставшуюся геометрию то есть что это значит мы видим что у нас здесь есть небольшой фриз поднимем к примеру на 80 сантиметров и мы видим что у нас здесь вылезли плюс у нас еще есть встроенная техника поэтому я перехожу в сам бокс при этом не сворачивая модификаторы и просто меняю длину пускай она будет 650 при этом у меня сверху сейчас если накину мы видим что сверху у меня лежит модификатор для развертки поэтому любые мои изменения на саму текстуру на развертку никаким образом не влияют это очень удобно не сворачивать модификаторы до последнего то есть если нам необходимо мы можем их просто отключать включать возвращаться в бокс и параметрически настраивать точные значения а также здесь может быть не бокс например editable поле тогда мы можем передвигать вертексы и я начинаю простраивать геометрию дальше копирую так два раза ставлю независимую копию то есть если я поставлю instance то изменения в одной копии будут передаваться в другие копии то есть что это значит у меня есть две инстансные копии если я буду менять одну у меня автоматически будут меняться две другие мне это сейчас не нужно потому что здесь на двери у меня будут другие параметры поэтому я еще раз копирую но делаю копию теперь это у меня независимый объект и все чтобы я с ним не делал я буду делать только с этим объектом 760 а этот скопирую также сюда так и следующий это у меня выдвижные ящики то есть я должен разбить равномерно на 4 части я делаю изолейт selected нажимаю alt q потом захожу в create примитивы выбираю плейн а перехожу в одну из проекций и создаю плейн по умолчанию он у меня по дефолту разбивается на 4 сегмента если я до этого создавал плейн с другим количеством сегментов то я вручную здесь выставляю и теперь все что требуется это просто подогнать высоту после этого опять же через shift копирую копирую несколько раз сейчас видим что я немного ошибся с длиной поэтому сделаем чуть чуть меньше потому что нам необходимо еще расстояние для небольшого шва между ними и теперь еще раз независимые копии три штуки в принципе вполне вспомогательный объект можно сразу удалять выхожу из изолей selection и вижу что я немного ошибся с длиной сразу это поправим выбираем этот бокс видим у него 400 поэтому сюда мы тоже можем поставить 400 можно было сделать эти копии инстансом тогда бы я сейчас не вводил параметр каждому и последний вот таким вот образом так идем дальше эти будут повторять у нас в принципе так следующее что я делаю я поставлю фартук сделаю копию уменьшаю высоту потом с поворотом копирую на 90 здесь ставлю чуть чуть меньше высоту высоту наоборот увеличиваю и сейчас вижу такой момент что вот здесь мне нужно сделать небольшую выемку поэтому я выделяю выделяю для того чтобы я мог полноценно дальше редактировать бокс и все остальное я сверху бокса накидываю просто модификатор edit поле то есть это практически равнозначно конвертированию в edit пол поле но просто в виде модификатора который мы в случае чего можем отключить удалить добавляю один сегмент опускаю на я помню что здесь у меня 80 и и теперь немного нужно сделать экструд вот таким образом мы сейчас заметили что извиняюсь пока мы были в режиме редактирования полигона так сделаю для наглядности то наша фаска модификатор также и модификатор uvw применялся только на выделенный полигон на выделенный участок то есть вот он у меня выделен и все последующие модификаторы применяются только на выделенную область чтобы этого не было я должен сначала выйти из режима редактирования в edit поле то есть щелкнуть на него еще раз когда я нахожусь в режиме редактирования у меня напротив названия edit поле активен под объект с которым я сейчас работаю то есть это либо вертексы ранее полигоны элементы и если модификатор стек модификаторов выглядит вот таким образом это значит что мы забыли выйти из режима редактирования под объектом просто щелкаем по нему еще раз выходим из режима редактирования и теперь модификаторы применяются на весь объект в целом при этом мы видим что chamfer у нас ложится только на те углы которые нам казалось бы необходимы он не делает chamfer например вот этой грани вот этой грани так этот параметр у нас выставляется вот здесь то есть минимальный угол 5 градусов получается что любой угол в геометрии который будет больше 5 градусов на него будет применяться уже и на эти углы модификатор chamfer то есть сейчас покажу что я имею ввиду если я вот здесь сделаю небольшой угол больше 5 градусов то chamfer будет применяться уже и на эти углы это очень удобно так мы едем дальше здесь я немного ошибся с высотой поэтому еще раз заходим выйдет поле в режим вертексов и вот таким образом мы видим что сейчас у меня выделены вертексы и автоматически модификаторы сверху применяются только на вертексы отображение финального результата у нас включается вот здесь то есть у меня включена эта кнопка и я могу видеть финальный результат со всеми вышестоящими модификаторами так выставляю высоту не забываю выйти из режима редактирования давайте применим еще раз материал чтобы видеть что мы делаем а нажимаю alt x у этого бокса чтобы видеть его изнутри с шифтом копирую на такой элемент лучше даже сделать instance если мне вдруг понадобится что-то изменить я могу поправить я могу поправить один и у меня автоматически изменения применятся ко всем остальным делаю делаю еще одну копию уже для следующего так так теперь этот сегмент кухни можно у нас считать готовым габаритный контейнер мне уже не нужен так так также можно простроить заднюю крышку но я думаю для экономии времени я сейчас объясню только сам принцип здесь у нас будет встроенная посудомойка то есть это будет готовая модель следующий ящик это практически полная копия этого за исключением двери поэтому я выделяю все кроме двери опять-таки instance в режиме топ я точно выставляю еще один instance делаю следующую копию и теперь такой момент вот эту часть я просто подвину так бокс мне не нужен я его тоже удалю вот эту часть мне нужно подредактировать но если я сейчас буду менять параметр поскольку это instance у меня будут редактироваться все остальные элементы поэтому я нажимаю кнопку make unique то есть этот объект у меня станет уникальным теперь он перестал быть instance вот эти по-прежнему между собой instance то есть мы видим что кнопочка активно подсвечена здесь она просто серая это значит что у этого объекта во всей сцене нету ну скажем так нету брата-близнеца теперь захожу в бокс так я помню что здесь 400 следующие два это копия вот этих там копируем опять instance делаю вторую копию подгоняем подгоняем так и мы смотрим что у нас происходит в углу в углу у нас есть какая-то часть фасада которая уходит за вот эти вот ящики поэтому я копирую копирую на этот раз делаю независимую копию ставлю вот таким образом но видим что на самом деле она стоит не так она продолжает наш основной фасад поэтому мы выделяем всю вот эту вот группу и ставим вот таким образом нижней у нас идет цельным поэтому я еще раз убираю нажимаю кнопку делаю его уникальным захожу в бокс слегка увеличиваю и у нас остается по нижней части кухни последняя опять-таки instance для того чтобы вот эти части у нас были instance со всеми остальными мы могли взять вот эту часть и например что то в ней подредактировать и автоматически у нас подредактируется все если нам нужно подредактировать только ее мы нажимаем make unique и работаем только с ней так вот например этот фасад мне нужен уникальный у него вот здесь 20 20 и ровно то же самое мы делаем с нижним так вспомогательный бокс можем удалить так следующее у нас идет столешница давайте давайте сразу сделаем начинаем с бокса сразу задаем ей параметры то есть сюда она будет выступать я думаю сантиметров на пять поэтому ставлю здесь 650 также заранее сразу ставлю толщину столешницы пусть будет пять сантиметров после этого конвертирую в editable поле ставлю ее на свое место перехожу в вертексы так на виде сверху и теперь мне нужно добавить один сегмент здесь для того чтобы я мог сделать экструд по форме столешницы по форме гарнитура г-образной поэтому я выделяю вот этот полигон делаю экструд и этот полигон уточняю также можно для большей точности вид сверху вот таким образом теперь нам нужно сделать здесь какую-то кромку и нам нужно сделать вырез под раковину кстати если сейчас обратиться на референс то она у нас не цельная поэтому мы можем ее просто разрезать давайте выделим полигоны вот это у нас будет одна часть так я нажимаю detach это находится в свитке edit geometry выбираю detach to элемент чтобы это по-прежнему у меня был один объект но просто разные элементы теперь у меня там образовались дырки после того как я разрезал я беру border выделяю это пустое пространство для наглядности покажу что там у нас действительно две дырки выделяю их обе и нажимаю кап все теперь у нас это два разных элемента вот этот сегмент нам в принципе не нужен так следующее теперь что мы можем сделать это отверстие под нашу раковину поэтому давайте сразу добавим пару сегментов определимся с диаметром для этого сделаем цилиндр я думаю так будет отлично так у цилиндра можем сделать нам поскольку отверстие у нас будет все равно закрываться раковиной поэтому можем сделать немного более лоупольное отверстие теперь смотрите я в такой момент всегда пользуюсь скриптом который называется регулайс то есть он из из выбранных полигонов либо из выбранного edge loop при условии что он замкнутый он делает равномерные отверстия при этом равномерно распределяет грани я сейчас покажу как он работает а после этого покажу как все это можно сделать вручную если вдруг у кого-то возникнут сложности с установкой этого скрипта так сначала под скрипт то есть я добавляю сюда несколько граней также добавляю сюда а чуть чуть более равномерно чтобы как то вот так следующее что я делаю я выделяю вот эти полигоны сейчас я перешел в режим select object то есть нажал клавишу q для того чтобы при помощи бегущей рамки выделить полигоны по объекту в прошлом уроке я это тоже показывал если у меня активирован инструмент select and move я попытаюсь начать перетаскивать и я просто буду тащить первый выбранный полигон поэтому я перехожу сюда либо нажимаю q будьте внимательны если вы нажимаете q несколько раз подряд у вас меняется режим выделения то есть рядом здесь мы видим вот такой небольшой список сейчас я подвину с режимами выделения это то есть квадратная бегущая рамка это круглое выделение это у нас полигональное выделение то есть мы как угодно можем выделять следующее у нас лассо ну типа как в фотошопе и спрей то есть мы рисуем наше выделение это меняется как мышкой так и перебором если мы много раз подряд нажимаем на клавишу q теперь я с контролом выделяю то что мне необходимо делаю небольшой insert и применяю регулайз получаю таким образом ровный круг все что мне надо сделать дальше это нажать bridge сразу отвечу на вопрос скрипт также есть в свободном доступе для тех кто не знает где его взять я выложу в папку google диск устанавливается очень просто то есть мы берем этот скрипт и перетаскиваем в окно вьюпорта после этого скрипт считается установленным нажимаем на то есть когда у нас выделены какие-то полигоны мы нажимаем правую клавишу мыши и вот здесь в самом низу у нас должен появиться такой параметр регулайз который нам из выделенного делает ровный круг так то же самое можно сделать и вручную давайте еще раз выделяем выделяем нужные полигоны делаем insert после этого делаем бридж и теперь в режиме вертексов можно с привязкой можно просто таким образом начинаем простраивать наш круг но я думаю все мы согласимся что это бесполезная трата времени потому что если это можно сделать быстрее это нужно делать быстрее кроме того скрипт позволяет нам сделать идеально ровный круг мы конечно можем добавить например пару сегментов на этот цилиндр чтобы у нас количество вершин и количество сегментов цилиндра совпадало потом включить привязку и вот таким вот образом с привязкой все это на цилиндр выставить но это опять таки у нас лишние действия я оставлю пока это так и теперь что мы делаем со столешницей если нам нужна одинаковая фаска мы точно так же накидываем модификатор чампфер tension на 0.5 сегментов чуть-чуть побольше так 10 я думаю много пусть будет вот таким образом бывают моменты когда например верхняя фаска у нас имеет больший радиус чем все остальные чем нижние боковые поэтому мы заходим в edit поле берем age наши грани выделяем переднюю вот эту тоже я думаю здесь тоже закруглим здесь будет примыкание к стене поэтому я думаю не стоит и не выходя из режима age заходим в чампфер и как я показывал до этого чампфер применяется у нас только на выделенную грань теперь давайте увеличим amount чуть-чуть добавим сегментов получаем примерно вот такой результат вот дальше мы это можем сконвертировать в edit поле потому что если мы сейчас накинем еще один модификатор чампфер он у нас опять таки применится только на выделенные age мы видим что они здесь подсвечены также мы можем положить сверху чампфера editable поле editable поле снять то есть если мы в нем ничего не выделяем он у нас снимает выделение мы видим что в следующем чампфере следующий чампфер у нас применяется на весь объект и теперь давайте немного его настроим прежде всего мы видим что он применяется у нас на тех углах где он нам не нужен еще раз опускаемся сюда видим что минимальный угол 5 градусов смело можем поставить к примеру 45 увеличим немного tensions добавим сегментов и в принципе вот наш финальный результат также до чампфера можно накидывать editable извиняюсь uvw map можно положить его сверху давайте еще раз отобразим текстуру чтобы посмотреть где у нас что потянуто так в принципе видим что планарные у нас ложится нормально за тем исключением что вот здесь у нас потяжки поэтому ставим бокс это я перестарался примерно получаем куб потому что текстура у нас квадратная чтобы не было подтяжек в принципе в принципе маппинг вполне но есть такие моменты как текстурные швы на таких моментах я думаю сейчас мы с этим пока не заморачиваемся развертка у нас будет через несколько уроков я там покажу как от этого всего избавляться как делать правильные развертки в частности вот на таких элементах то есть если у нас здесь будет например какая-нибудь текстура давайте возьмем мрамор так текстуры текстуры так где у меня мрамор marble и положим что-нибудь полосатое чтобы хорошо было видно давайте вот такой и вот мы сейчас видим что у нас здесь шов то есть можно попробовать поменять направление UV map но тем не менее шов у нас остается и вот о том как убрать такие швы чтобы это у нас был монолит мы на следующих занятиях с вами поговорим сейчас мы едем дальше давайте я беру камень помним что здесь будет встроенная техника здесь у нас будет раковина в принципе все вот это так столешницу можем чуть опустить все вот это мы можем скопировать наверх и по аналогии простроить все оставшиеся шкафы сейчас я сделаю небольшой акцент на например вот таких полках так я возьму этот элемент обдетачу его в отдельный объект у меня свернулась вкладка edit геометрия делаю detach убираю detach-то элемент detach-то новый объект здесь его можно назвать назвать и вместе с ним зацеплю старую дверку потому что я буду делать на основе ее делаю независимую копию делаю независимую копию еще раз захожу в изолей selected переключаюсь на вид сверху сейчас мне будет удобнее работать с вертексами без параметров точнее без точных значений так смотрите быстрое зумирование то есть я отдаляюсь выбираю какой-то элемент нажимаю клавишу z и у меня происходит зум на выделенный элемент если я снимаю выделение нажимаю z у меня автоматически приближается весь весь элемент так не забываю выйти из режима редактирования делаю instance также копию поскольку буду менять параметры так два два три два три Есть еще такой момент. Мы можем как делать копию объекта, так и делать копию под объекта. То есть я, например, могу выделить элемент и также с шифтом копировать целый элемент. В принципе, это практически одно и то же. Так, теперь подвину. Вершина. Выйду из режима редактирования. Так, немного надо подровнять здесь. Так же немного здесь. Для удобства такие вещи потом можно группировать. Например, правая паука. Так же советую сразу организовывать сцену. То есть давать имена объектам, если вы их делаете. Имена группам, если вы их создаете. И по аналогии со всеми уже сделанными вещами, мы можем закончить сделать все остальные. Я сейчас перейду на другой объект. Здесь будет немного посложнее. Так, это я пока скрою. Увидели все. Height, Selection. Так, возьму бокс. Это у нас подвесная тумба. То есть снизу у нас пустое пространство. Но высота раковины у нас, если не ошибаюсь, по-моему, 900 или 850, около того. Ширина 500. Вот, не тот. Так, сразу конвертирую это в Edit Poly. Теперь захожу в Vertex. Поднимаю от пола примерно на 20. Вот так она и висит. Теперь примерно прикидываю сантиметров, я думаю, 8. У нас раковина. Сразу же разобью объект на 2. То есть выделяю эту грань. Нажимаю Split. Теперь выделяю бордеры. То есть мы помним, что здесь у нас образовались дырки. Выделяю сразу 2 бордера. Нажимаю Cup. И теперь это у нас 2 подобъекта. То есть вот таким образом. Один точно на поверхности другого. В принципе, можно было сделать 2 бокса, поставить один на другой с привязкой. Это абсолютно не имеет значения. В итоге мы получаем 2 подобъекта, один на другом. Что нам теперь нужно сделать с раковиной? Мы видим, что здесь у нас плоская часть по краям. Потом есть такие скругления с радиусом. И на этом рейфе плохо видно, но углубление оно тоже не квадратное, а с небольшим радиусом. Поэтому я сейчас беру верхнюю крышку. Так, делаю Detouch. Далее, для удобства работы, я сразу накидываю модификатор симметрии. Симметрию по оси Y. Теперь захожу в подобъект, но при этом оставляю кнопочку видеть финальный результат. Теперь все, что я буду делать с одной половиной, у меня будет автоматически применяться и на вторую. То есть, вот таким образом. По идее, здесь не видно, но можно было бы проложить еще симметрию по оси X. И тогда нам бы вообще пришлось сделать одну четвертую часть этой раковины. Это, к слову, об оптимизации. Не стоит делать сверх того, что необходимо. Если можно сделать минимум, стараемся делать минимум. Естественно, не в ущерб. Не в ущерб качеству. Так, а сейчас нижние плоскости нам пока что будут не нужны. Я захожу в полигоны. Выделяю. Нажимаю Delete. Теперь следующее, что я делаю. Выделяю этот полигон. Так, лучше не Insert, а делаю Extrude. Только немного в обратную сторону. Помним, что здесь у нас покатая форма. И углубление у нас... Так, для углубления вот сюда можно добавить грань. Здесь мы... Так, я пока отменю. И возьму только вот эту грань. Сделаю вот таким образом. Хотя, мне больше нравится вот такая форма. Здесь чисто такой уже творческий процесс. Можно играться. И сейчас у нас будет самое время вспомнить предыдущие занятия. Как мы будем расставлять грани для последующего сглаживания. Здесь мы видим... У нас большой радиус. И чуть поменьше радиус по всему периметру. А вот здесь, соответственно, радиус у нас еще больше. Вот мы его видим. Поэтому прокидываем примерно на вот таком расстоянии. И вот здесь у нас есть такой небольшой трюк. Мы сначала делаем маленький радиус. После этого рядом ставим большой радиус. А теперь берем, к примеру, Target Weld. И склеиваем вот эти вершины сюда. Нижние я не буду склеивать. Для того, чтобы было понятно, что я сейчас... Что я сейчас проделал. Так, смотрите. Раньше грань у нас шла вот сюда. И сглаживание у нас должно было бы идти от вот этих центов. То есть, вот примерно такой радиус мы должны были получить. Теперь, после того, как я свел вот эти вершины, у нас поменялась длина. И теперь у нас радиус вот такой. Кроме того, мы вот этот вертекс можем еще немножко вот сюда втопить. И вот этот. Таким образом у нас будет еще чуть-чуть больший радиус. Давайте снизу мы тоже склеим. Теперь перейдем на топ. Находим этот угол. И немножко... То есть, мы задали изначальный радиус. Который после сглаживания... Вот, нам нужно начать его где-то отсюда и плавно провести вот сюда. То есть, это говорит о том, что вот в это место, точнее чуть-чуть ниже, нам нужно будет добавить еще одну грань. Так, это, я надеюсь, более-менее было понятно. Вот таким образом. Теперь у нас получилась такая вещь, что центр здесь и следующий центр здесь. Поэтому у нас будет вот... Очень-очень, грубо говоря, вот такая форма. Нам это не надо. Мы сейчас добавим грани вот здесь, чтобы скругление было примерно вот так. Опять нажимаю Swift Loop и прокладываю дополнительные грани. Так. Также нам необходим радиус вот здесь. Еще один сюда. В конце по аналогии можно скруглить. Можно оставить прямым. То есть, это примыкание к стене. Теперь вот такой момент. Радиус на вот этом углу. Здесь он начнется примерно вот так. И сейчас будет интересная вещь. Если я попытаюсь проложить Swift Loop вот в таком месте, где у меня неравномерная длина, то есть, расстояние вот здесь меньше, чем расстояние вот здесь, он у меня проложится не совсем ровно. То есть, у меня опять-таки здесь расстояние меньше, чем вот здесь. А есть комбинации клавиш на инструмент Swift Loop. Они все доступны. Можно их посмотреть. Сейчас я включу ribbon. Если мы зайдем вот сюда, в Swift Loop, у нас откроется подсказка. И мы можем видеть различные комбинации с Shift, с Ctrl, с Alt, Ctrl Alt и Ctrl Shift. Здесь описано, что каждый делает. По-моему, если как-то можно было навести... Он даже показывал GIF-анимацию. Но общий смысл в том, что мы, например, делаем Swift Loop. И после этого, не выходя из режима Swift Loop, не отжимая кнопку, нажимаем Ctrl Alt и последний наш луп начинаем тянуть. Мы видим вот здесь белую точку. Это то место, с которого мы начали. Выше него у нас грань будет параллельно верхней. Ниже него грань будет параллельно нижней. Поэтому вот таким образом мы ставим. Так. А сейчас я еще раз это закреплю на каком-нибудь маленьком примере. Мы делаем вот такой бокс. Например, делаем вот такой скос. скос. И теперь, если я попытаюсь сделать Swift Loop, мы видим, что даже вот здесь он будет не совсем ровный. Расстояние здесь больше, чем здесь. И здесь у нас будет ровно то же самое. Здесь меньше, здесь больше. Если я делаю Swift Loop, зажимаю Ctrl Alt и начинаю его тянуть, то в какой-то момент он у меня параллелен либо одной, либо другой линии. Таким образом можно делать вот такие параллельные сечения. Также там есть комбинации, когда мы можем удалять грани. Это, например, с Shift, с Ctrl. Но самая такая востребованная это Ctrl Alt. Я думаю, достаточно запомнить пока что только ее. А в дальнейшем там при наведении на инструмент есть подробная подсказка, что каждый инструмент делает. То есть сейчас, если мы зайдем в грани, так вот у нас активен под объект грани, заходим в Swift Loop и здесь есть подсказка. То есть Shift это Click to Insert Age Loop. с Shift у нас получается будет если мы нажимаем Swift Loop и зажимаем Shift, то как бы я не перемещал мышку, он у меня будет коннектиться по центру. То есть я пытаюсь увести мышку в сторону, а он у меня все равно снапится к центру грани. Ну и аналогично так здесь мы в принципе закончили расстраивать, то есть мы выставили фаски маленькие по периметру, чуть побольше на лицевых углах, более большие так, такой момент, мне кажется вот эту было бы хорошо подвинуть на какой-то градус, как это можно сделать, когда у нас уже расставлены все грани, то есть мы можем выделить грань, ее подвинуть, следующую, примерно таким же образом, потом эту, и все равно мы не совсем попадем в нужный угол, поэтому заходим в полигоны, выделяем те части, которые нам нужно подредактировать, также мы цепляем вот эти, накидываем модификатор в freeform, он называется FFD 2х2, то есть это свободное трансформирование с двумя контрольными точками, теперь переключаюсь на какой-нибудь боковой вид, и зайдя в control points, я могу выделять контрольные точки, и вот таким образом их передвигать, вот так мне нравится чуть-чуть больше, теперь важный момент, чтобы мне опять вернуться в editable поле, но не потерять симметрию, я правой кнопкой нажимаю по модификатору и нажимаю collapse to, то есть свернуть в нижележащий, все, при этом симметрия у меня остается, если я нажму collapse all, у меня автоматически свернется весь стэк модификаторов, пока что мне симметрия нужна, поэтому я нажимаю collapse to, у меня модификатор применился, но все, что лежало выше него, осталось активным, поэтому я снова захожу в editable поле, вижу, что без симметрии сейчас у меня какая-то ерунда, симметрия не отображается, я еще раз нажимаю клавишу показать финальный результат, так, и на мой взгляд слишком полого будет вот здесь, поэтому я добавляю еще один сегмент, дальше, следующее, что мы можем сделать, это например, немного подвинуть эту форму, я сюда добавлю еще один сегмент, для того, чтобы здесь удобно было вырезать отверстие, так, и после того, как все приготовления у меня готовы, я могу все-таки свернуть модификатор симметрии, зайти в полигоны, выделить, сделать небольшой insert, то есть кнопка insert, после этого нажимаю регулайз, а вот скрипт очень хороший, но иногда бывают маленькие проблемы, что он немного перекручивает геометрию, это очень легко исправляется, потом делаю еще один, точнее делаю небольшой insert еще раз, немного заглубляю, и после этого достаточно сделать extrude, даже я думаю вот таким образом, а теперь я выделяю один полигон, зажимаю shift, навожу на ближележащий, таким образом я выделяю весь замкнутый период, периметр, извиняюсь, так называемый face loop, у нас есть age loop, есть face loop, жму grow, то есть увеличить выделение на 1, и с зажатым shift, копирую этот участок, копирую его в новый объект, теперь я захожу в этот объект, и мне нужно лишь слегка его доработать, он у меня будет повторять полностью форму вот этого слива, потому что он из него же был и сделан, но смотрите, дальнейшие действия, накинуть на него модификатор shell, я думаю, примерно такая толщина хватит, и вот здесь также нам нужно проставить радиус, и точно так же нам нужно поставить радиус снизу, но можно проделать все это быстрее в обратном порядке, смотрите, мы до того, как накинули модификатор shell, уже зная, что нам потребуется с двух сторон, ставим здесь луп, после этого shell, shell у нас полностью копирует нижнюю верхнюю сторону, и в принципе все, так же, чтобы у нас снизу не было каких-то лишних артефактов, можно также проложить грань, потом делаем shell, это все конвертируем в editable поле, теперь так же с shift выделяем, с shift опять копируем, на этот раз в элемент, давайте чуточку его увеличим, теперь я беру внутренний border, с shift немного уменьшаю, поднимаю и как бы начинаю формировать вот такую форму, потом здесь можно сделать cap, к примеру инструментом cut прорезать несколько граней, чтобы получить четырехугольники, либо можно было бы взять этот border, еще раз его скопировать и нажать collapse, таким образом мы соединили все точки в один центр, теперь я беру внешний, удаляю, он был только вспомогательным, и вот таким образом копирую, через shift вытягиваю эти грани туда, в итоге мы получили вот такой слив, давайте поставим его на место, и сделаем attach, то есть соединим в один объект с раковиной, и теперь нам достаточно накинуть модификатор сглаживания, чтобы посмотреть наш финальный уже результат, мне сейчас не очень нравится угол вот здесь, давайте его сразу же поправим, для этого заходим в вертексе и через так, минутку фух, я сам не успел заметить, что я ничем не нажал, так, у меня немножко подвис макс, так, а здесь можно вот эти грани к примеру подвинуть вот таким образом, чтобы получить еще большие радиусы, так, теперь еще раз включим сглаживание, так, тут в принципе все артефакты ушли, все у нас на месте вот такие вот элементы как дополнительный слив их проще всего делать уже цилиндрами по факту то есть помните да, про автогрид мы включаем эту галочку вот таким образом делаем цилиндр количество сегментов по высоте убираем я даже сделаю еще чуть-чуть меньше, потому что у нас лоупольная раковина на нее три итерации и если эти три итерации мы применим потом сюда то здесь нам достаточно где-то восьми конвертирую в editable поле также удаляю сразу два полигона делаю это для удобства моделирования потому что теперь у меня есть открытый край и я могу просто зажимая shift вот так вот формировать необходимую мне форму масштабировать вытягивать двигать и получать то что мне сейчас необходимо также уточню этот край немного вот здесь теперь зайду в этот объект в нашу раковину сделаю attach этой формы здесь давайте оставим небольшую небольшую щель для простой наглядности а потом мы когда будем делать эту раковину естественно верхушки у нее не будет там у нас будет размещаться слив вот таким образом мы сейчас попытались закрепить на практике предыдущий урок то есть я наглядно показывал как простраивать радиусы как делать как например совмещать два радиуса то есть большой и более маленький и также хочу заметить что эта раковина у нас получилась очень лоупольная очень легкая редактировать ее можно как угодно то есть она можем легко использовать ее во многих проектах просто достаточно нам без каких-то особых усилий что-то поменять потом мы можем зайти сюда так мне не нравится вот этот угол так ничего лишнего не зацепил немного редактируем форму теперь например я поправил одну часть накидываю симметрию flip то есть мне важна другая часть видим что симметрия у нас не совсем ровно легла поэтому мы заходим внутрь модификатора симметрии переходим в режим топ и когда мы находимся внутри модификатора симметрии мы можем его подвигать теперь я включаю привязку к граням и привязываюсь к центру к тому центру где у меня должна проходить симметрия так смотрю что все у меня окей выхожу из симметрии включаю то есть вот легко в редактировании в принципе легко в моделинге поэтому еще раз пытаемся запомнить то что было на предыдущих уроках начинаем уже самостоятельно моделировать следующий так следующее занятие у нас будет уже проверка домашнего задания будем разбирать ошибки каждого то есть мы будем делиться экранами присылать скриншоты если у кого-то будут проблемы поделиться с экраном и подробно разбирать что получилось что не получилось плюс также у кого есть уже подборки они должны быть уже у всех у каждого либо фотографии интерьера либо концепты начинаем туда моделить какие-то простые элементы например то же самое встроим встраиваемую мебель либо корпусную мебель пытаемся дальше моделировать самостоятельно что у нас не получается мы получается заходим заходим вот сюда в канал вопросы кидаем все вопросы сюда причем делаем это хоть каждый день не обязательно дождаться дня занятия задаем сюда вопросы я буду стараться на них сразу же отвечать кому что понятно непонятно и начинаем моделить свои интерьеры как поднимать коробку мы уже знаем как моделировать мебель мы знаем начинаем пробовать это на практике следующая у нас проверка домашнего задания на этом сегодня запись я останавливаю и переходим к вопросам